За то, что вы оторвали себя от семьи, от своих кондонентных задач, от своих мега-целей, для того, чтобы идти сюда, посмотреть на себя, на друг друга, познакомиться с помощью игр. Большое вам спасибо за это. Я там этим занимаюсь с 2010 года. И, так сказать, в рамках, да, специально для рекламы, ни капли не жалея о том, что я завязался в логерфии и занимаюсь именно играми. Потому что игры помогают встречаться, знакомиться, говорить с другом на интересные темы. И если раньше в советское время на кухне можно было обсудить все, то сейчас это можно делать чуть качественнее. Я очень рад, что, во-первых, в последний раз я был еще не в Екатеринбурге, я был в Саратовске. Было давно еще в советское время, поэтому через годы очень приятно вернуться в этот год. У меня здесь родственники живут ближе к Хюменью. Поэтому мне дважды приятно здесь находиться. Что касается игр, да, небольшой такой экскурс. В 90-е годы, после появления компьютерных игр, мир рванулся в сторону таких типа стрелялок, смотрелок и так далее. И выросло целое поколение, которое не умеет общаться, не умеет говорить на важные темы. И вот то направление, которое мы сейчас делаем совместно, это игры на разные темы. Хоть бизнес, хоть личностное развитие, хоть игры для знакомства и так далее. Это все возможность поговорить друг с другом и возможность, не знаю, сделать что-то совместно. Поэтому добро пожаловать на фестиваль. Я бы хотел отдельно поблагодарить Центр бизнес-образования, который будет нашим партнером здесь. Будет представлять и мои игры, и многие другие, потому что это первый фестиваль здесь. Я думаю, что ты уже станешь таким центром игропродвижения именно на Урале. Ну вот, добро пожаловать! Следующим я передам трубочку. Трубочку передам. Или не передам. Брыки превращаются. Ко мне перейти, да? Мастер-класс? Уже пора. В смысле, уже можно разгонять людей к игре? Или еще что? А, самый интересный обзор. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ну так. Тогда... Итак, начинается мастер-класс. Самый свежий обзор современных игровых методик. Как за одну игру получить... Прекрасно. ...и ценностью на 30 минут в комплекте. Небольшая теоретическая часть. Тема раскрывается впервые. История следующая. Не глаголом. Существует такая вещь, как посиделки. С другой стороны, существует вещь, как тренинг. И в этом отношении посиделки, это что-то личное, бесцельное, но приятное. А тренинги, это такое очень полезное, но иногда не всем приятное, поскольку чаще всего это происходит с подпалки. Очень неприятно себя чувствовать человеком, которого загоняют на тренинг-продажи, а ты в этом провел, не знаю, лет 10-15, рядышком у тебя 10 новичков, и новый тренер рассказывает все для новичков. Сидишь, смотришь, взбиваешь и думаешь, мне это зачем? Есть ли какие-то инструменты, в которые я мог бы прокачаться или пообщаться с людьми своего уровня, класса, или поставить из собой более интересную задачу, чем просто обучение? Именно так потихонечку появились игры. Это нечто совмещающее возможность отдыха, а с другой стороны, возможность естественной атмосфере и форме прокачать какие-то свои навыки, ну, если стоит задача прокачать. На сегодняшний день существует несколько видов игр. Начнем с первой части. Это игры обучающие. То есть у нас есть знания, навыки, умения, и в этом отношении мы можем сесть и чему-то научиться. Это такие базовые вещи. Это всякие разные игры по продажам, или, например, ну, не знаю, в общем, игры для школьников по школьной программе, где они ходят, изучают химию, физику и так далее. Это обучающая часть, она нужна всем испорными. Вторая часть — это адаптационные игры. Например, если человек переходит в другой город или в другой район, ему нужно в течение короткого времени обустроиться в этом месте. И это задача адаптации. То есть представим себе человека, который приходит на работу в новую компанию, расстанавливается перед ним игра и показывается, например, где, как ходят документы, где сидит свой начальник, где сидит собрый секретарь и так далее, и так далее. И таким образом в течение короткого времени у человека появляется общая картина с пониманием, как работает та или иная компания, не знаю, какие есть фериалы и так далее. Или, например, как происходит общение с клиентами. Что там, в какой момент мы его ловим, то есть это не продажа. Это как раз вот мы его встречаем, идем его сюда, здесь не происходит это, потом сервис на обслуживание и так далее. Это адаптационные игры. Следующая часть очень любопытная, которая появилась с 20-го года, это, скажем так, психологические игры, которые выросли из психологии. Это очень любопытная всякие родные, это песочная терапия, это всякие фигурки и так далее. Это очень любопытное направление, которое касается в первую очередь работы с детьми. И из него выросло вот это психологическое направление про отношения, про внимание к себе, по вниманию к своим чувствам, про возможность говорить о своих травмах или, скажем так, семейные всякие такие штуки интересные. Они разные, там существуют разные основы, методологии, но это тоже очень интересные такие игры, которые были всегда востребованы, потому что, что бы мы ни делали, в любом возрасте у нас есть отношения, у нас есть люди, у нас есть контакты и так далее. Следующая часть, это та часть, в которой мы сейчас, как в каком-то виде находимся, это бизнес-игры. Это игры, которые помогают расширять пространство понимания или возможности на тему, а куда можем мы двигаться. Ну, потому что для кого-то бизнес – это деньги, для кого-то это клиенты, для кого-то это аренда, для кого-то это, не знаю, там сотрудники и так далее. И вот представьте себе, что вот пришли люди, для которых понятие бизнес проразное. И вот они собираются вместе, и если у нас пришел человек, который занимается финансами, вот, и в первую очередь для него это суммы, договоры и так далее, и встречается там в процессе игры с другим пониманием, там про людей, про прокачку, про мотивацию, про ценности и так далее. И в этом отношении происходит расширение понимания, а что делать дальше, на что обращать внимание, выходить за пределы собственной зоны комфорта или там привычного подхода к тому, что человек делает. Вот, это бизнес-игры. И следующая часть, очень любопытная, это непосредственно трансформационные, в которую, значит, входит одна часть эзотерических игр, ну, то есть мир можно объяснять по-разному. Можно с точки зрения экологии, можно с точки зрения там взрослых всяких разных историй, можно с точки зрения там высшего мироздания, не знаю, богов, духов, помощников и так далее, так далее. Это тоже, кстати, очень интересный вариант, посмотреть, всего лишь более-менее в советское время, и привыкли к какому-то одному мировоззрению. Возможность посмотреть на то, как устроен мир, а что если? С другой точки зрения, и посмотреть, может быть, увидеть какие-то дополнительные закономерности, обратить внимание на то, на что мы не можем обратить внимание, на слепые зоны, из того, что мы привыкли к себе и к окружающему миру. В общем, это тоже очень любопытное направление. Я не беру сейчас такие там сложные сегменты, типа деловые игры, оргдеятельностные, там, бизнес-симуляции и так далее, так далее. Это просто высший пилотаж для тех, кто совсем-совсем в теме. В любом случае, все эти четыре основные направления, обучение, адаптация, отношения и мировоззрение, вот это основные части, которые, в принципе, каждому из присутствующих здесь могут быть интересны или полезны в том или ином виде. Значит, теперь про нас, про больных людей, кто-то занимается. Аплодисменты. Да, всем здравствуйте. Аплодисменты нам. Играми, введением игр занимаются, ну, это по поводу того, что вы доиграетесь когда-нибудь о чем-то интересном, вас пропрет в лучшем смысле этого слова, вы захотите нести массы, ну, или массы, а люди в какую-то интересную игру, направление и так далее, создадите новые собственные игры, недавижим конкурентам, но тем не менее, вы видите на это право. Вот. История следующая. То есть, есть три вида людей, которые занимаются играми. Первая часть – это люди про удовольствие. Мне вкусно общаться, мне вкусно получать удовольствие, смотреть, как люди изменяются, что-то делают, и так далее. И таким образом, мой основной мотив – это удовольствие. Смотрите внимательно на тех, кто уйдет, и всегда мы можем понять, ведущий про что. Вторая часть – это послужение. Притом, это может быть послужение высшим ценностям людям, человеческому прогрессу, каким-то пониманию внутреннему, внешнему и так далее. Человек, который, скажем так, силой своей жизни наполняет служение какой-то энергии. Вот есть человек, типа, не знаю, вот я сейчас буду совсем, совсем вечером, патриотизм – достойная тема. Есть люди, которые вкладывают в него больше, чем в семью. Есть люди, которые считают, что, типа, компания, бизнес и так далее – это сверх ценностей. Это люди служения, в чистом виде. И это тоже интересная штука, когда человек говорит, что цель моя – просветить страждущих, жаждущих, невеждущих для того, чтобы открыть им новый мир, путь, свет и так далее. Там меньше удовольствия, мне так кажется, это мое личное мнение. Но при этом, скажем так, большая концентрация на том, вот, в принципе, коучинг, это в чистом виде послужения. Я помогу вам вопросами для того, чтобы вы поняли, осознали, расширили и так далее. Ну и третья часть очень любопытная – это про торговлю. Есть люди, которые получают, ну, типа, что такое торговля? Это возможность изменить мир с помощью обмена чего-то на чего-то. Я обменяю, не знаю, там, свой опыт на ваши деньги, вы получите опыт, я получу деньги, и вроде, ну, вот, это… Сказал Евгений Гелик, глядя на меня. Есть люди, которые занимаются играми, потому что этим, ну, выгодно заниматься, потому что игры – интересная штука. Я приехал, я развернул, кручите пирожки, ну, потому что они не пропадают, они не киснут, ну, если их совсем-совсем деньги, типа, не мочить, не лежать и так далее, свернул, положил, уехал. То есть, высокая маржинальность и возможность положить в сторону, если ничего не будет, тоже для многих является интересной мотивацией для того, чтобы двигаться дальше. Когда я начал заниматься играми, это был 2010 год, игр было всего штучек 5 или 7, русскоязычных было как раз штучек 5, были игры типа Лила, Трансформация, которые пришли из других стран, с древних времен и так далее, русскоязычных как раз было не очень много. На сегодняшний день, вот, на 11 ноября 2017 года игр больше 230. Да ладно, 300. Ну, совсем оригинальный и так далее, и рынок игр очень сильно, очень сильно развивается. Я думаю, что в течение ближайших 5-7 лет он будет развиваться, и в каждом городе появится собственный фестиваль, особенно в крупном, тем более, игры займут свое такое же законное свое место, как психология, коучинг, как, не знаю, тренинги. они будут объединяться с этими всякими разными вещами, но точно развиваться будут, потому что одно дело, представьте себе человека, перед которым кладут бумагу о технике безопасности, пожарные. И говорят, прочитал, прочитал, подпишись. Человек подписался. Он что-нибудь понял? Нет. В случае, если там Всевышний начнет сильно жечь, он что-нибудь в этот момент сделает по этому пункту? Типа, ходить по кругу, носить, выносить в первую, и так далее, и так далее. Ничего не сделает. В таком случае это нужно что? Это нужно либо учение. Ну, учение это дорогостоящая штука, то есть мы прикрываем работу, закрываем, включаем середу, люди начинают бегать и так далее, выводим родную связь в невежливой матерной форме. Вот. А теперь представим себе, что то же самое дело мы делаем во время игры. И вот, что ты об этом знаешь, что и первое действие, а вот если вот это, вот если вот это и так далее. Таким образом происходит обучение в естественной форме, без отрыва от производства, и именно поэтому игры будут очень сильно развиваться в дальнейшем. Вот. Это основные такие сведения для людей, которые хотели бы уже поиграть, но я их очень сильно отвлекаю. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я предлагаю прямо сейчас задать. Три минуты. Еще три минуты? На вопросы? Три минуты. Хорошо. Три минуты, три минуты. Так, да. Хорошо, Татьяна. Татьяна. Я бы хотела узнать, как вам нужно получить людей в зону, в зону, в зону, Да? Угу. Значит, история была как получить за время игры идеи. Вот, да, у меня, выходи, выходи. Да. Идеи. Я был ведущим. Это была игра Матрикс. Повторите, вопрос какой? Как получить за одну игру идею на 30 миллионов рублей. Это была моя игра, я как ведущий проводил игру Матрикс, автором является Евгений Еля. В процессе игры сгенерирована идея, которая впоследствии компании принесла 30 миллионов рублей. Я не хотел бы вслух называть эту компанию, но она достаточно известная. Речь шла о том, что идея, она лежала на поверхности в соседнем кабинете, на полочке. И когда в процессе генерации мозгового штурма раздался как Евгений говорит хлопок одной ладонью. То есть ПА! У нас идея лежит в соседнем кабинете, мы ее не используем. То есть собственно игры и у игр происходит такой эффект, что у людей открывается доступ к собственным ресурсам, которые они годами хранят где-то у себя в голове на полочке. То есть у нас у всех есть те ресурсы, которые нам нужны для достижения нашей цели, для достижения наших каких-то то, что мы хотим. И эти идеи у нас спрятаны. Мы их храним где-то там у себя в чуланчике. сейчас. Вот. И игры позволяют эти идеи достать и начать притворять их в жизнь. Передаю обратно. Спасибо, Сергей. Это про твою историю. Я расскажу про свою более предметную. Когда мы тестировали Матрикс в начале, мы там собрали кучу психологов, так получилось в них в доступе, и к нам пришел мужчина, который занимался банковскими штуками, которые продают и, в общем, зовут-изготовитель, продает какие-то штуки для банков. Он перечистил все, из того, что он перечистил, мы поняли только одну дистанную вещь. Ну, в общем, штука, биометрические сейфы. У сейфа. Он говорит, типа, а как это продавать? Давайте поиграем, иначе придумаем. И в процессе игры получилась интересная идея. То есть, типа, чаще всего эти штуки идут в банк, и пришел человек, открыл ячейку, облизнул, нажал, открылся. А в процессе игры появилась вот такая идея. Представим себе, что человек приезжает на день или на два, ну, не знаю, там, крупный город, Квенгурт, Москва, Питер и так далее. И он ходит вот с этим чемоданом, с документами, и у него есть сутки, ему, ну, не знаю, там, нужно, есть люди, которые занимаются переговорами в ресторане или в спа. Неудобно ходить с этим делом и переговариваться, либо лежать под мастажистом и так далее. Поэтому просто отдать охраннику это невозможно, ну, потому что охранник, если он знает, что это такое, за какую-то небольшую сумму с этим исчезнет. Исходя из этого, в местах, где могут переговоры, а это, может быть, ночные клубы, фасалоны, рестораны и так далее, и так далее, если вы разместите вот такие ячейки с биометрическими данными, тот человек может приехать, переодеться, положить все это дело туда, закрыть на личные свои данные и, соответственно, идти на переговоры. В процессе, ну, мы так все ему наговорили, мужчина отошел в сторону, открыл бумажку и сказал так, сколько в России городов-миллионник, сколько там ресторанов, сколько там вокзалов, ну, потому что такая же вещь тоже может быть на вокзале, аэропорты и так далее. И сказал, ребята, вы мне нашли сейчас аудиторию, про которую я не думал, и назвал сумму, там была сумма немножко побольше, но по большому счету это была история про то, что никто впрямую не догадывался о том, что это можно каким-то способом продавать не только в банке, а еще вот в этой организации. Евгений, вопрос, можно вопрос? Да. Если уже разработано большое количество игр, имеет смысл изобретать велосипед, создавать какие-то новые игры или лучше брать то, что создано и с этим работать? Всегда. Вопрос повторите, что ли? Да, вопрос такой, если существует уже целое количество игр, стоит ли придумывать некоторые велосипеды? Да. Я думаю, что велосипед придумывают всегда стоит, потому что, ну смотрите, у нас существует вещь как психология. В психологии школ подходов, начиная там Фрейд, Гештайн, психодрама и так далее, и так далее. И они в этом отношении работают. То есть каждый из них придумывает что-то, что продвигает дальше, а так бы мы сказали, велосипед есть, у нас есть велосипед, у нас есть телега, зачем нам автомобиль? То есть, во-первых, это полезно для вашего личного прогресса, а во-вторых, там мой учитель говорил о том, что люди приходят, из 100% люди, которые приходят на игру или на тренинг, 30% приходят на вас лично, 30% приходят на тему, остальные 40% включает. Значит, то, как вы это делаете, то, как вы это подаете, люди приходят именно на вас, не всегда на тему или на игру, а именно на вас. Смотрите, вот если такая вот тема, распространенная, как продажа, по ней уже много всего создали. Немного. Немного? Нет, очень мало. Имеет ли смысл создавать новую оболочку? Имеет, потому что есть такая вещь, как качество. Есть, ну смотрите, у нас есть новички, их нужно обучать, у нас есть диагностика, их нужно диагностировать, у нас есть развитие, у нас есть передача опыта, у нас есть возможность прокачивать и давать, не знаю, там, работу с проводой информации для людей, кто дошел до какого-то уровня и увидеть, не может продажную делать это хорошо. Есть возможность передача опыта в другие, региональные, национальные, гендерные и так далее такие-то вещи, да, ну типа, да, игра про продажи для, извиняюсь, там, женщин-мусульманок, которые работают в такси, только для женщин, это про другое. И вот вся эта спецификация, невозможно сделать одну универсальную игру, можно сделать вот такие-таки-таки-таки-то вещи, и это будет ваш вклад в развитие. Ну то есть, для союзской ниши можно создавать в муниверсальные варианты? Потому что невозможно сделать универсальную для всех, для подростков, для пенсионеров, для всяких разных вещей. И это всегда будут какие-то интересные особенности. Например, здесь очень сильные речевые особенности, да, типа, я в евреях из Латвии. Я там говорю на русском языке, да, в Москве это другой русский язык, да, здесь это третий русский язык. И в этом отношении даже речевые особенности здесь они могут играть роль в отношении тех людей, с которыми общаясь как это работают. Ну, например, да, это будет про продажи с элементами местного, не знаю, менталитета или речевых особенностей. Это уже отдельные интересные направления, которые касаются вот именно этих способов продажи кто-либо делать. Так что да, делайте, держайте и пусть в этом выберет лучше. Спасибо. Так, все. Ну, а теперь пошло время отвечать. Ответственно, я вручаю. Спасибо. Евгений, давай...